Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кудозов. Вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим о медиаиндустрии и о предпринимательстве. Поздравляю вас уже, можно сказать, с отступившими праздниками. Уже всем хочется поработать, хочется заняться новыми проектами. У нас сегодня в гостях интересный человек, эксперт Елена Гусаренко, генеральный директор информационного агентства «Балт-Инфо», лауреат премии «Золотое перо», член Союза журналистов Санкт-Петербурга Ленинградской области. Привет, Елена. Привет. Расскажи, как ты стала журналистом и директором информационного агентства? Это две разные истории. Журналист меня стал совершенно случайно. Я училась в шестом классе и увидела в газете «Пионер Востока», которая входила в городе Ташкенте, где я родилась, и училась до окончания школы. Вот в этой газете я опубликовала заметку моей одноклассницы. И я совершенно по-детски позавидовала и подумала, что я не хуже, и стала тоже писать в «Пионер Востока». Так, как я стала юнкором этой газеты, а потом уже дорога была проложена. А что касается генерального директора, то мое убеждение, что первые 5-6 лет ты работаешь на «Имидж», дальше «Имидж» работает на тебя. Вот, наверное, однажды генеральный руководитель Балтийской медиагруппы «Руднов» услышал обо мне, вспомнил мой бэкграунд и пригласил меня на эту должность, что очень непонятно. Но ты ни разу никогда не сомневалась в том, что твое призвание быть журналистом? Вот с тех пор, как я увидела заметку моей одноклассницы Гали Дьяконы, ни разу. Да, и, может быть, мое любопытство однажды меня погубит, но вот это то качество, которое, мне кажется, обязательно для журналиста, оно во мне присутствует постоянно и оправдывает, наверное, мою профессию. Как можно узнать, глядя на ребенка, что это, скорее всего, будущий журналист, ему стоит идти туда? Это, может быть, какие-то лучшие сочинения в классе, может быть, особая любознательность? Если человек задает вопросы, что, где, когда, да, это практически уже журналист. Ну, в общем-то, все дети-почемучки, они так или иначе задают, начали вопросы, лет до шести точно. Для детей это свойственно, да, для нынешних журналистов, к сожалению, молодого поколения, вопрос, почему, он практически не присутствует, и это очень печально. Вот, я хочу, чтобы дети продолжали задавать вопрос, почему, и даже, когда они станут взрослыми. Ну, вот, какие вехи в профессиональном развитии ты считаешь знаковыми? Какие-то встречи, может быть, какие-то интересные фразы, которые когда-то на тебя повлияли? Что было самым сложным на пути развития? Однажды, когда я работала в газете «Смена», да, это были 90-е годы, умер Осип Бродский, поэт, которого я очень люблю. И почему-то мне, молодой девчонке, поручили написать «Некролог», да, вот, для меня это было очень важно, что именно мне это дело поручили. Потому что, конечно, о таком великом человеке, может писать человек только, наверное, сведущий, да, но мне было важно, что мне это доверили. Встреча, Дмитрий Медведев был у меня преподавателем на юрфаке, я ему сдавала римское право. Сейчас со смехом вспоминаю эту историю, потому что как-то вот очень необычно развивается наша жизнь. Мне кажется, что да, мы сегодня одни, завтра другие, и что будет дальше, даже представить сложно и не нужно, наверное, представлять. Какую оценку он поставил? Отлично. Хотя мы с ним поспорили, потому что я как филолог, я же училась на журфаке, и это была в свое время кафедра филологического факультета, да, и был вопрос такой, бесхозяйное имущество. Я ему говорю, это бесхозное имущество. Он говорит, вы не знаете вопроса, потому что вы неправильно вот его назвали. Я говорю, ну нет в русском языке слова бесхозяйное имущество. А я говорю, как филолог. Говорю, бесхозное. Он говорит, ну отвечайте тогда. Да, оценка отлично. Ну вот говоря о развитии карьеры, можно же развиваться как администратор, можно сказать, в управлении, а можно развиваться профессионально, углубляться в свою профессию. Вот профессия, когда ты уже работаешь как генеральный директор, это скорее такой административный рост. То есть, значит, в тебе проявились очень рано способности к организации, к управлению? Быть журналистом действительно, быть директором, это две совершенно разные карьеры. Нет, в информационном агентстве есть своя специфика. Я как генеральный директор должна давать понять журналистам, что я знаю именно в этой профессии. Им не нужно знать, как мы зарабатываем деньги, на что у нас что уходит. Им важно дать понять, где найти информацию и как. Если они это понимают, они меня воспринимают как генеральный директор. Если нет, то, собственно, зачем я там нужна? Думал ли ты когда-нибудь заняться бизнесом, быть предпринимателем? Какой может быть вообще в целом у тебя следующий карьерный шаг? В общем-то, золотое перо уже одно есть. Награды разные поступают. И, насколько я знаю, агентство занимает высокие позиции. Иногда первое место в разных конкурсах, как лучшее агентство. Чем заниматься, что делать, быть ли предпринимателем, заниматься ли бизнесом? Чего бы еще хотелось? Меня вот угнетает все это время, несмотря на успехи в профессии и на то, что профессия интересна. Меня угнетает то, что я ничего не делаю своими руками. Ну, то есть, я, конечно, печатаю, но это не то. Мне хочется заняться чем-то, что вот осязаемо. Да, что реально приносит людям пользу. Что это, может быть, пока не понимаю, но очень хочется. Осязаемо-то... Вот у меня сестра хирург, да. И я реально вижу ее больных, в смысле ее пациентов, которые выздоровели. То есть, человек что-то делает своими руками. У меня брат электрик. Он прокладывает, вот, и тоже свет где-то появляется. Да, что делаю я? Я пока не очень понимаю. Несмотря на то, что мне это нравится. Ну, создается некий творческий продукт. Я думаю, что... Который оказывает влияние на умы людей. Мне кажется, что любой человек, который задается вопросами, что происходит, да, он в состоянии эту информацию добыть. И профессия журналиста в этом смысле какая-то такая не очень непонятная. Мне очень обидно, что я этим занимаюсь на 20 с лишним лет. Ну, собственно, молодежь и вообще профессия журналиста, мне кажется, всегда была очень популярна. И сейчас очень популярна, так же, как профессия актера. Какими качествами, как тебе кажется, должен обладать вот этот самый настоящий, правильный журналист, у которого действительно призвание есть и способности к этому? Любознательность. Во-первых, скепсис по отношению к тому, что он видит и слышит, и что ему говорят. Во-вторых, нет, даже не так. Во-первых, не во-вторых, это вот всегда должно... Ты хочешь знать, и ты скептически воспринимаешь информацию, чтобы не быть ангажированным. Ну, и, конечно, понимать, что не бывает твоего рабочего дня с 10 до 6. Журналист – это профессия круглосуточная. У меня когда, простите, мои студенты на журнфаке спрашивают, а вот правда, что вы заставляете работать своих сотрудников с 9 до 17? Я говорю, нет, неправда, конечно. Они так вздыхают, то есть к вам можно прийти на практику? Я говорю, приходите, но вы будете работать круглосуточно. Я знаю, что однажды ты победила в конкурсе резонансный... резонанс, да? Вот что значит быть резонансным журналистом, и почему выбрали именно тебя? Что резонансного такого было? Это была очень печальная история, характерная для нашего времени, когда пешехода бейсбольный битый забили автомобилиста, которым он не уступил дорогу. Честно говоря, когда все это случилось, и мне вручили эту премию, мне было глубоко неприятно, потому что, ну, это не та история, на самом деле, на которой нужно получать премию, да, потому... Вот, ну, а резонанс, вот то, что получает отклик у аудитории, да, вот это вот он и есть резонанс. В моей... вот в премии резонанс это случилось, конечно, не очень правильно. Ксения Собчак имеет высокий индекс цитируемости тех материалов, которые она создает. Она, насколько я знаю, сейчас уже позиционируется как журналист. И действительно, даже Алексей Венедиктов говорил, что она одна из самых таких сильных в настоящий момент, и у нее даже, по-моему, рейтинг по этим индексам выше, чем признанный гуру. Вот является ли она резонансным, и что создает интерес аудитории, формирует интерес аудитории к материалу, который публикуют журналисты? Что касается Собчак, я ее уважаю, хотя я ее в ее детском возрасте видела в не очень хорошей ситуации, да, и она меня возмутила. Но Ксения чем отличается? Она говорит прямо и открыто, да, о том, о чем, может быть, мы говорим витиевата. И это, безусловно, выигрышно в сегодняшней ситуации. Что касается интереса аудитории к журналистскому материалу, когда ты говоришь языком доступным и о том, что людей волнует, не так-то, у меня протекает крыша или еще, а именно вот, что они бы хотели сказать, но по каким-то причинам не могут, да? Вот, да, это то, что может сделать тебе и репутацию, и имя, и резонанс. Ну, казалось бы, те, кто в топе, они все так достаточно открыты, и Сванидзе, и Венедиктов, и там другие Соловьевы журналисты, и многие еще другие, и у нас, вот те, кто занимает верхние позиции. Ну, вот, например, у Ксении Собчак рейтинг номер один. Ну, мы не будем забывать, во-первых, о бэкграунде, да, кто такая Ксения Собчак. Да, все-таки дочь первого мэра Петербурга, это раз. Во-вторых, ее воспринимали как именно там девочку какую-то такую-то, а она осмелилась пойти при всем своем уважении к нынешней власти, да, и к президенту. Говорить о каких-то вещах, которые... Совершенно не свойственны ее амплуа, к которым можно было бы соотнестись. Да, да, да. В совокупности, мне кажется, это вот беспроигрышный вариант. Ну, вот, интересно, в чем состоят ключевые факторы успеха информационного агентства, в данном случае Болт-Инфо? Болт-Инфо периодически, как я говорю, и мы знаем, да, там занимает верхние позиции, или в тройке находится по разным показателям. В чем ключевые факторы успеха? Почему агентство имеет вот такой интерес? И материалы агентства, они цитируемы? Ну, во-первых, мы говорим... У нас ярко выражена социальная направленность, да, то есть мы говорим о том, что людей волнует, раз. Мы стараемся делать эксклюзивные информации, два. Ну, и в-третьих, все-таки наше позиционирование, как агентство отчасти городского, отчасти северо-западного, а не федерального, что всегда размывает какие-то рамки, да. Вот эти, в общем, факторы, я думаю, делают нам успех. Ну, я думаю, что успех все делают, в первую очередь, люди, наверное, команда. Вот как должно быть устроено идеальное информационное агентство, какие люди в нем должны работать, какие отделы должны в нем работать, как они должны между собой взаимодействовать? Есть ли такие вот секреты успеха? Такая фраза, она... Знаете, что я говорю своим сотрудникам, да, вот если я еду по дороге куда-то, вижу что-то интересное, и у меня не срабатывает рефлекс позвонить на выпуск и сказать, что, ребята, вот там-то вот такое-то, да, у нас ничего не получится. Поэтому своим ребятам я говорю, что мы с вами живем включенными в эту жизнь, да, и на свидание ли вы, спите ли вы, больны ли вы. Но если вдруг что-то захватило ваше внимание, будьте добры, позвоните на выпуск и скажите, что это произошло. Тогда будет успех, иначе никак. А какие центры прибыли существуют у информационного агентства? Должно ли оно быть рентабельным само по себе? Ну, конечно, конечно. У нас есть такой проект, как пресс-центр, который отчасти не коммерческий, а отчасти коммерческий, потому что мы приглашаем всякие разные организации рассказывать о своих проектах, мероприятиях и прочем. Далее у нас же существуют самые читаемые рубрики, на которых находятся спонсоры. И, соответственно, как вы думаете, какая самая читаемая рубрика? ЖКХ? Нет. Какая? Происшествие. Людям очень хочется читать про всякие ДТП, изнасилования, убийства. Как ни странно. То есть люди сами заходят в эту рубрику для того, чтобы посмотреть, что там что-то случилось. Да, и в зависимости от этого формируется рейтинг рубрики и цена спонсорства. Ну вот говорят о том, что наш контент, он не очень позитивный. А что получается? Что сами люди, они с интересом получаются, эти рубрики сами же и читают. А рекламодатели, они, соответственно, это же и поддерживают. И получается такой некий замкнутый круг. Когда вот такие какие-то нехорошие происшествия, они формируют интерес спонсоров. Ну вот я сама, я даже студентам говорю, друзья мои, самое непродуктивное состояние какое? Когда человек счастлив, счастлив, доволен. Соответственно, нет никакого мотива к действию, мотивации. Поэтому то, что люди заходят на происшествие, мне кажется, что это как раз таки вот то состояние, когда люди что-то анализируют, что-то хотят сделать, что-то исправить, может быть, против чего-то возмутиться. В этом ничего страшного нет. А говоря о редакционной политике информационного агентства, какова эта политика? И ведь даже негативные новости можно подавать по-разному. Да. И совершенно под разными соусами. Вот что у вас за соус? Мы избегаем экстремизма, призывов какой-то ненависти. Но это вы, наверное, по закону избегаете. Нет. Нет. Мы пытаемся разговаривать с людьми так, чтобы они нас а, поняли, б, восприняли бы нашу информацию как нечто продуктивное. То есть мы же это не так, как раньше было, да? Да, печать — это кто-то, агитация, пропаганда. И что еще было? И что-то еще. Да, что-то еще было. Нет, мы не так. Мы всего лишь пытаемся сказать, что, где, когда. А по выводу пускай они делают сами. Ну вот, а что вообще можно назвать новостью? Как эту новость получить? И каковы законы движения информационного потока? Как это ни странно, новость может быть даже то, что случилось много времени назад. Да, главное ее актуализировать и придать ей такой флер эксклюзивности. Вот тогда это будет новость, да. Эта новость не обязательно, чтобы произошло здесь, сейчас вот прям вот. Хотя, да, конечно, отчасти так. Но любую информацию можно сделать новостью, если вот соблюдать вот эти правила, о которых я сказала. Ну тогда может большинство людей позвонить в агентство и сказать, есть новость, я купил кота. Или компания позвонит, сказать, мы выпустили новую линейку продукции. Это какие-то тапочки из овещей шерсти, которые спасут ваши суставы. Но мы же ориентируемся на интересы аудитории, да. То есть мы вот-вот... Ну вот, и вот это интерес аудитории к новостям. Какие для вас новости являются новостями? О чем вы будете писать? О чем не будете? Я даже не могу себе представить, о чем мы не будем писать. Скорее всего, мы будем писать обо всем, да. Но мы будем делать это так, чтобы читатель наш прочитал и сказал, фига себе, я это знал уже там год. Это информационное агентство. Да, я это знал год, а оказывается это вот так вот, а не так, как я себе представлял. То есть новая подача. Да. Ну хорошо, а каким ты видишь будущее медиаиндустрии с учетом развития новых медиа? Как изменится информационное поле? Вот, насколько я знаю, агентство РИА Новости, которое уже называется по-другому... Россия сегодня, к сожалению. Да, к сожалению. К сожалению. Ты сожалеешь об этом? Да, я сожалею. Мне кажется, что когда говорят Россия сегодня, это подразумевается, что в России нет ни вчера, ни завтра, только сегодня, это неправильно, когда люди живут сегодняшним днем. То есть не нравится название или не нравится вообще реконструкция агентства? Мне кажется, что в этом вот, в этом есть какая-то мысль, да, что назвали именно так, значит, что у людей вот такой вид в ней присутствует. И это печально, потому что у России есть и богатая история, и я надеюсь, хорошее будущее. Ну, Россия вчера как-то не актуально называть, Россия завтра эфемерная, еще неизвестно. А сегодня уже как-то реалистично. Не надо эксплуатировать ими Россию. Было хорошее российское информационное агентство. Так вот, насколько я знаю, у РИА новостей очень сильно была развита связь с СММ-технологиями, с социальными сетями. Они, по-моему, даже по этому показателю лидировали. Вот как вы развиваете этот блок? Мы тоже присутствуем во всех социальных сетях, и более того, я смотрю сейчас, то есть мне, как человеку, который имеет аккаунты и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Твиттере, интересно наблюдать, как меняется динамика посещаемости именно нашего сайта с соцсетей. Одно время лидировал Фейсбук, потом был Контакт, а сейчас почему-то Твиттер. Вот, может быть, потому что мы изменили стилистику общения с аудиторией, то есть мы не просто выкладываем заголовки новостей и ссылку, да, мы пытаемся, вот как нам коллеги из Ленты.ру, да, вот этот открытый диалог с читателем, мы тоже стали это практиковать, и у нас приличный рост в этой связи произошел. Ну сколько, допустим, в группе подписчиков сейчас? Ну вот если еще на декабрь у нас было, поскольку я сама веду Твиттер, да, редакционный, то есть остальные люди ведут другие, декабрь у нас было 2700, 2700 посетителей, сейчас у нас уже 3100. В день, да? Да. То есть те, кто прочитали. Да. Понятно, а в чем секрет успеха был у РИА Новостей, почему? Вот я, например, тоже с интересом читал РИА Новости именно в социальной сети. Какая-то информация, казалось, всегда быстро появляется, актуальная, какая-то легкая подача? Нет, я не готова говорить про РИА Новости в соцсетях, я говорила про Лент.ру, да, поскольку у них Твиттер совершенно особенный, и там своя стилистика. Нет, ну РИА Новости, ну, профессиональные люди, оперативная подача, всегда суть какая-то, неангажированность, вот, собственно, все, что делало им имя. Лена, ну расскажи о том, какие газеты, журналы, порталы ты сама просматриваешь, что ты читаешь, чем интересуешься, какие новости для тебя новости, как ты формируешь свое информационное поле вокруг себя. Ну, я смотрю, во-первых, все новостные выпуски, ну, поскольку я должна знать, что мы пропустили или не пропустили. Вот я знаю, у тебя в кабинете есть телевизор. Да, да, он постоянно у меня на одной кнопке, на другой, на третьей, в зависимости от того, как формируется сетка новостей у разных каналов. Я читаю СНОП, газету, ведомости. На самом деле я читаю всех своих коллег, потому что мне важно понимать, что мы упускаем, или что мы не в тренде, или что у нас как-то неправильно стилитически что-то вырабатывается. Поэтому в этом смысле я очень деформированный человек. Я не могу, я даже... Первое, что я делаю утром, это, конечно, включаю новости, открываю сайты новостные, чтобы посмотреть, что и так. А устаешь от информационного потока? Ведь это такое... Обычно люди устают, которые не хотят даже смотреть со всех сторон эти радиоэфиры, возникают телевидение с негативом каким-то, да? Нет, ну это бывает очень редко, когда я устаю. На самом деле гораздо болезненнее, когда ты бываешь в отпуске, и на третий день понимаешь, что тебе что-то не хватает. И я осознаю, что тебе не хватает информации. Это очень печально осознавать, что ты настолько деформированный человек, что тебе не хватает в отпуске информации. То есть это уже такая привычка, можно сказать, да? Понятно. Мне интересно, вот девушка, женщина, руководитель. Какие используешь управленческие ноу-хау в работе, и секрет вот успеха как менеджера, как управленца? Мне кажется, что самое важное, хотя моя практика показывает, что это неправильно, да, но тем не менее я не собираюсь ее менять. Я людям, личным примером показываю, как, что можно сделать. Кто-то говорит, что в свое время у меня были другие возможности, другие связи, другие источники информации, но я эти аргументы не воспринимаю. Если хочешь сказать человеку, как нужно сделать, покажи, покажи, покажи это, чтобы он понял, что это реально. Ну вот помнится фильм «Служебный роман» Людмилы Прокофьевны, которая была... Мымра. Мымра, которая восприятие, вот в художественном образе, она была сухим таким, безапелляционным, может быть, руководителем, может быть, без пола даже. Есть ли возможность сохранять женский образ, женскую натуру, будучи руководителем компании? И что в твоем понимании сейчас женщина является... Кем является женщина нового времени, женщина-руководитель? Ну, журналистика такая профессия, за редким исключением, да, где все-таки преобладают женщины. Поэтому женщиной с женщинами быть не надо. Это бесперспективно. Это вот что-то должно быть такое, на что бы сотрудницы огрызались, с чем бы они были не согласны, и это бы держало его в драйве. То есть у вас есть определенный отбор на входе персонала по гендерному принципу? Нет, ну, я, поскольку 20 с лишним лет в профессии, я вижу, что реально работающие, да, это в основном женщины. Как ни крути. Ну, может быть, там вот, например, на НТВ, там, видимо, свой принцип, у них больше мужчин. Но в других компаниях и в других СМИ, где я работала, в основном были женщины. Вот, и ты понимаешь, что нужно поставить себя на какую-то такую, может быть, бесполую основу, чтобы тебя воспринимали не как там подружку или еще кого-нибудь, а именно как руководство к действию. А чем-то отличается стиль управления компанией, если у руля же стоит женщина? Может быть, у женщины интуиция лучше развита, у мужчин логика. И на основании этого управленческие решения могут тоже иметь разность. Это какой-то шовинизм гендерный. Нет, конечно. Не отличается. Не отличается. Шовинизма нет. Нет, ну, конечно, я не впаду там в ступор, если при мне заплачет сотрудница. Мужчина бы, наверное, скорее всего, там достал платок и подумал, что он неправильно что-то сделал, да, и пожалел бы, у меня такого не будет. Потому что я эту причину слез могу понять так, как женщина. Ну, может быть, женщина, более импульсивный человек, чаще меняет решение, например, как вариант управления. Нет. Нет? Нет. Никогда. Елена, у меня есть еще к тебе близ опрос, у нас буквально несколько минут осталось. Что стимулирует тебя к действиям? Целеполагание. Твоя заветная мечта? Чтобы в отпуске у меня однажды не зазвонил телефон. Любимая марка автомобиля и стиль вождения? Я уже 18 лет за рулем, да, и вот Ниссан Алимера, Ниссан Алимера моя ласточка, она меня полностью устраивает. Стиль вождения быстро, но аккуратно. Кто вдохновляет и с кем из известных людей ты хотел бы познакомиться? С Биллом Гейтсом. Сколько лет, он, кстати, в этом году признан самым уважаемым, насколько я знаю, человеком в мире, да? А Путин, Владимир, наш президент Владимирович, на третьем месте. Владимир, наш солнышко. Сколько лет хотел бы прожить? Ну, пока не надоест, наверное. Какую книгу прочла последней и есть ли настольная? Ужас. «Географ пропил глобус». Поддалась общему тренду. А фильм? Иванова. И фильм не смотрела. Решила сначала прочитать, потом посмотреть. Чем гордишься в жизни больше всего? Родителями. Кто твои друзья? Прекрасные люди. В чем смысл жизни? Это по Чехову. Работать, работать, работать. А в чем заключается секрет счастья? Чтобы не было претензий к этой жизни. Какие вещи считаешь жизни по-настоящему важными? Что изменилось в мировосприятии от момента начала карьеры к сегодняшнему дню? Профессионализм, да, дружбу, любовь, конечно же. Ну и ощущение того, что ты самостоятельная единица в этой жизни, а не предаток к чему-то. Спасибо, Елена. Что бы ты хотела в завершении программы пожелать нашим телезрителям? Я бы хотела пожелать душевного здоровья, счастья и интересных целей в этой жизни, чтобы вы добивались их и были счастливы, когда все это случится. Спасибо, уважаемая Лена. Спасибо, уважаемый телезритель. У нас в гостях сегодня была Елена Гусаренко, генеральный директор информационного агентства balt-info.ru, лауреат премии «Золотое перо». Оставайтесь с нами, смотрите программу «Время и действия». Желаю вам сегодня хорошего настроения и всегда и здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok